Вы хотели б отмянить турмы? Я бы надеялся, что даже если они останутся, то это бы изменилось в более гуманную сторону и, самое главное, в сторону, фундаментально отличающую от нынешней ситуации. На реальное исправление каких-то преступлений и поступков в жизни людей, а не просто как институт изоляции и сотворения новых преступников и новых преступлений. То есть не как какой-то встроенный институция, поддерживающаяся и поддерживающая какой-то нынешний порядок дел, а как реальный инструмент гуманизации общества и исправлению уже людей, которые совершили какие-то ошибки и так далее. Вот мне кажется так. Ну и наполнение, кем бы из канала не был грамадский лад, а нацепрозно все-таки люди сильные в своей правой, где учения злочинства и тому, видать, без таких мер, грамадство не будет держать себе у доноса. То есть, зато мы не видим декладную природу человека, откуда идти, какая злочинность и какие-то следствия, какие свободы не улучшают, и кто-то так и не пришли до основы. И дальше это природное дело. Все равно будут происходить такие преступления, которые будут требовать какого-то наказания, изоляции. Я думаю, что можно выйти на тот уровень, когда перестанут использовать труд, именно заключенных в каких-то таких своих коротких целях. Потому что, сколько я понимаю, что это на данный момент работает примерно так. Вот. Ну, вот, наверное, это как минимум должно измениться, но и содержание, судя по всему. Мы можем уже схиляться на досвид, например, Норвегии альбо Швейцы. У гэтых миновитых краинах турмы не продуглеживают тое, что ты, как бы, у зняволи не знаходишься. Там, как бы, первое выхованье идет человек и, как бы, все ж таки тлумачене ему тое, что добро, тое, что не добро. Ну, дренна. Потому что, ну, некоторые батьки не заклали гэта у голову, там, некого малеча. И потом гэта уся выплываю тое, что, как бы, они выполняют некие, чинят некие злочинствы. И вот эти миновитые турмы, они, все ж таки, первое выховываются. Они допомагают, они не обмяжовываются, как бы, человеку в четырех, там, стенах. Они дают им все, что им потребно, там, в опродку, все сродки, дегиены. Часами там можно, как бы, и телевизор у них будет. И она будет жить нормально, як просто, як у себе дома. Тольки, вось, у припевных обставинах. А гэта на угол нормально выдатковывать гроши на турмы не у самой багатой краине. Я считаю, что в целом общество, наверное, готово. То есть, потому что есть опыт уже людей, которые видели то, как там, в принципе, это происходит. Вот, и я думаю, что есть экспертиза, которая может дать нам знать, что нужно там поменять. Могу отвечать только за себя, что, да, я думаю, что люди должны сидеть, как брейвик. Потому что даже люди, совершающие ужасные поступки, должны заслуживать такое содержание, чтобы на его фоне они продолжали выглядеть преступниками еще больше. То есть, знаете, как черное на белом, еще сильнее видно. А не условно, чтобы их вина компенсировалась ужасными условиями. И институция исправления уже людей не касалась. То есть, иногда люди относятся к тяжелым преступлениям так, что, типа, для него уже наказание – это его условие. А это ведь не исправление. И за ним последует только либо отягощение, ну, либо просто никакое его изменение. Поэтому мое отличное мнение, что да. Это за жизнь есть как брейвик, потому что это еще больше будет подсвечивать их в темные стороны, не будет делать их, вырисовать их в игру на свете. А самое главное – на фоне брейвика, на его опыте. Это показало, что это не создает преувеликательной картинки, чтобы совершать преступления такого характера. Таких брейков стало много из-за того, что люди думают, что, о, я сделаю такие ужасные вещи и буду в приставку играть. Так, видимо, этого не произошло, поэтому, ну, надеюсь, что так и будет. Коли держала заколы правы на вот их тон. Очень неутяжкие, злочинские. Это не меж ставится до их праву с палаты. Подповедные с палаты будут ставиться и до коров людей, которые такое похоронение не отбывают. Все готовые выплатить больше податков, чтобы люди в турмах жили лучше. Почему? Удержавание податков на то, чтобы сделать лучшее умение в турмах, хотя они никогда не включают светло и моргают грошей, на то, чтобы просто светлять тебе камеру, чтобы ты покупал. Это уже нелогично. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!